Причем очень активно работают, скажем так, западные регионы и центральная часть Казахстана. Это вот то, о чем вы говорите, эффект домино, да? То есть если вкладчики начнут повально снимать свои депозиты, все вот эти вот программы, которые вы назвали, они будут под угрозой? Обязательно, это взаимосвязанное явление. Если же мы сами понимаем, что да, мы накапливали деньги, ежемесячно делали отчисления на свой счет ЖСБ, а потом при определенных финансовых затруднениях решили забрать, а куда мы с этими деньгами пойдем? Может быть, действительно, пусть будут они нам приносить именно дешевый ипотечный кредит. С этой целью у нас более получается на сегодняшний день очень много вкладчиков, порядка 600 тысяч, именно те люди, которые открыли договора по депозитам и в надежде, что когда-то они получат хорошие условия по кредитам. Фонд гарантирования депозитов, о котором вы сказали, насколько я знаю, там есть определенный лимит, по-моему, до 5 миллионов тенге, да? Должно быть накоплено? Нет-нет. По депозитам, по фонду гарантирования, здесь возмещение при случае, если же банк обанкротится, то из фонда государство выделяет до 5 миллионов, то есть возмещение ее до 5 миллионов, а в валюте это до 10 миллионов в тенге, это тенговые депозиты, и до 5 миллионов в долларах США, если это у вас депозит. А если выше, вот, допустим, я вкладчик Жилустрой Сбербанка накопила 20 миллионов в тенге, Жилустрой Сбербанке, 10 я свои вытащу, а 10? К сожалению, именно государством покрывается сумма до 10 миллионов. То есть те 10 миллионов, они под вопросом будут? Они будут под вопросом, и еще хочу сказать, что вы можете оставшиеся 10 в другом банке хранить, потому что здесь немного принцип такой, не храните все деньги в одной корзине, нужно однозначно свои сбережения рационально распределить по разным источникам, и если же у вас есть возможность, вы можете открыть депозит в другом банке, поскольку именно по системе гарантирования депозитов вклады, которые хранятся в разных банках, они будут компенсироваться. Вы уже сказали, что основная целевая аудитория банка это незащищенные слои населения. Это действительно так, у нас есть соответствующие цифры, которые демонстрируют, что какие-то слои населения в Казахстане действительно очень привержены, скажем так, подобной системе накоплений. Итак, за весь период деятельности банка, то есть с 2005 по текущий 2015 год, всего за это время было заключено 821 211 договоров о жилищно-строительных сбережениях в сбережениях на сумму 1 миллиард 772 миллиона тенге. Избережения вкладчиков составляют 280 миллиардов тенге, выдано почти 99 тысяч займов на сумму 437 миллиардов тенге. Цифры, скажем так, очень сильно впечатляют. Если говорить о последних годах работы, такая же тенденция прослеживалась? Или же все-таки где-то были спады? Не, однозначно. Рынок недвижимости, он реагирует же на экономическую ситуацию в целом стране. И именно пик приходился на 2003-2004 годы, да? А и где-то на уровне 2006, именно в период 2006-2007 год, также наблюдался пик. Уже 9-10 из-за кризиса рынок недвижимости немножечко сдулся. И поэтому однозначно именно в эти периоды времени были не столь хорошие показатели на ипотечном рынке Жилстрой Сбербанка. Если же говорить о социально значимых слоях населения, еще раз подчеркну, что Жилстрой Сбербанк является социальным проектом государства. То есть на государственном уровне было принято такое решение, что будут предпочтения отдаваться социально незащищенным слоям населения. В частности, по статистике Министерства национальных экономик более 300 тысяч человек сейчас стоят в очереди за жильем. Представляете, это 300 тысяч человек, те, которые ожидают своего часа, своего очереди. Из них 130 тысяч — это многодетные и неполные семьи, семьи, которые воспитывают детей инвалидов. Что касается бюджетников и государственных служащих, их ряды составляют 124 тысяч человек. Мы знаем, что сейчас есть программа по обеспечению жильем детей-сирот. На сегодняшний день, по данным Министерства национальной экономики, их как таковых 43 тысячи, которые ожидают получения своей квартиры, своего угла. Ну, еще хочу сказать, что есть программы, которые работают через самрук Казана. То есть это когда самрук Казана предоставляет или в аренду с выкупом, или же просто в аренду на определенных льготных условиях жилье. В частности, если говорить именно о регионе Алматы и Алматинской области, то есть такие данные, что в 2015 году предполагается, что 444 квартиры будут проданы в Алматинской области, а 143 квартир уже в городе Алматы. Если же говорить о аренде с выкупом, потому что здесь нужно понимать, что есть несколько вариантов. Есть аренда, аренда с выкупом. Аренда с выкупом предполагает, что вы в течение 5 лет оплачиваете арендную плату и несете все коммунальные и налоговые нагрузки, но при этом у вас есть возможность через 5 лет уже выкупить данное жилье. Но с обязательством, что в течение 2 лет последующих вы не будете его перепродавать, для того, чтобы как-то именно сбить ажиотаж со спекуляции. В частности, если по аренде с выкупом, то 2734 это квартиры, которые будут распределены через Акимат Алматинской области, а через Акимат города Алматы 51 квартира. То есть мы понимаем, что действительно есть очереди, причем эти очереди сейчас регистрируются в режиме онлайн через портал ЕГОВ, и люди отслеживают, то есть это все прозрачно. Это как раз-таки плюсы электронного правительства. Салтанат, вы уже говорили о компенсации, которую обещает государство вкладчикам Жилстрой Сбербанка. На ваш взгляд, вот этот процент, который казахстанцы потеряли в связи с девальвацией, в каком размере он должен быть компенсирован? То есть называются разные цифры. А вот вы как думаете, сколько должно быть возвращено, скажем так, вкладчику, чтобы его накопления были сегодня адаптированы к сегодняшним финансовым условиям? Ну, во-первых, нужно сказать, что это не только мое желание или мои расчеты. Здесь очень много факторов, которые именно влияют на определение и расчет этой формулы. Потому что даже если говорить о компенсации, которую возмещает Национальный банк теньговым вкладчикам банка второго уровня, то здесь там очень, на первый взгляд, несложная формула, поскольку там идет курс на 18 августа, пересчете на курс, который будет в будущем через год. Но здесь предполагается, что ваши вклады именно в жилство и сбербанки должны находиться, то есть вы не должны их изымать в течение года, возможно, двух лет. Поэтому однозначно что-то говорить, что именно в таком размере должна быть компенсация, это, во-первых, должно быть обосновано, во-вторых, здесь указали именно источники, из каких будут финансироваться эти компенсации, да, сумма компенсации. Это говорит о том, что частично это будет из бюджета, частично из самого бюджета жилство и сбербанка, насколько он эффективно будет работать. Вы представляете, а если будет настолько плачевная ситуация, и жилство и сбербанк будет в убытках, тогда как рассчитывать-то на получение этой компенсации? Поэтому давайте уже дождемся, когда же будет принято решение, и будет уже официально объявлено о схеме возмещения компенсации. Потому что теребить воздух, я считаю, что это несколько некорректно, поскольку здесь должна быть именно позиция самого руководства жилство и сбербанка, должна быть четкая позиция акционера, для того, чтобы четко, внятно вкладчикам рассказать, в каком размере они могут получить свою компенсацию. К разговору о возможных убытках банка. Известно ли вам, какой на сегодняшний день процент плохих кредитов? Ну вообще говорить о том, что у жилство и сбербанка невозвратные кредиты, это априори невозможно, поскольку здесь даже сама процедура андерайтинга очень жесткая. И не все желающие могут получить этот ипотечный кредит. Потому что там идет предварительно, вы оцениваете по программе, расчет баллов идет, а потом ваша платежеспособность. Даже если за это время у вас появился в семье новый член семьи, естественно, расходы также будут пересматриваться и на нового члена семьи. Соответственно, ваши шансы получить могут быть немножко уменьшены. Поэтому, да, действительно говорить о том, что ситуация может кардинально измениться, это, я думаю, как раз таки относится и к деятельности жилства и сбербанка. Но хочу сказать, что здесь в основном, основную долю расходов занимает адморасходы и операционные расходы. Здесь маржа 3%, и однозначно на эти 3% большую прибыль за даже многолетний опыт работы очень сложно набрать в сумму в виде доходов. Слушая вас, возникает ощущение, что действительно все спокойно в жилстрой сбербанки. И все-таки мне интересно ваше мнение касательно нападок наших депутатов на банк. Очень частых, да, скажем, признаем, очень частых нападок. Вот, например, такая претензия. Несмотря на то, что заемщик сразу вносит 50% от требуемой суммы на счет в ЖСБ, банк предоставляет ему заем размером 100% от стоимости жилья. Например, если квартира стоит 100 тысяч долларов, и у заемщика уже есть 50 тысяч, то ЖСБ оформляет заем на 100 тысяч долларов. При этом, получается, 50 тысяч клиента банк размещает на депозите. То есть заемщик берет свои же деньги в долг под проценты. Вот как вы оцениваете? Вообще эта схема, она есть не только в ЖСБ. Это называется выдача ипотечного кредита, или вообще выдача кредита под обеспечение в виде депозита. Поэтому здесь, во-первых, нужно все взвешенно оценивать. Здесь должны быть учтены все риски. Поскольку вы представляете, что вы получаете ипотечный кредит, причем минимальный по сравнению с рынком, он в 2-3 раза дешевле, чем ситуация на кредитном рынке. Во-вторых, ваши деньги, депозиты, они лежат, и их никто не, скажем так, не говорит о том, что они исчезнут никуда. Да, эти 50%, сверху 50% в виде кредита, но заметьте, даже если вы сделаете расчеты, у вас будет меньше расходов по обслуживанию данного кредита, чем в коммерческих банках. И почему уже почти более полмиллиона людей в ожидании ежемесячно накапливают? Ну, с другой стороны, смотрите, когда вы открываете вклад, то вам не обязательно 50% сразу же вкладывать. Это в зависимости от того, какая у вас ситуация. Если вы хотите сейчас же открыть депозит и положить туда 50% от стоимости недвижимости, которую вы хотите приобрести, то, пожалуйста, но вы можете это делать в течение какого-то времени. Допустим, это можно в течение трех лет накапливать эти 50%. Поэтому здесь право в любом случае за клиента. А вот касательно рынка недвижимости, интересен ваш прогноз, учитывая характер деятельности жилустройства Сибербанка. Что будет с ценами на недвижимость? Ну, если говорить о ценах на недвижимость, вообще на рынке недвижимости очень многофакторная ситуация. То есть на цены влияют не только условия выдачи ипотечных кредитов. Помимо этого, также здесь накладывают свои последствия желательные и нежелательные и рынок строительных материалов. Также может ситуация кардинально измениться и за счет налоговых каких-либо льгот или наоборот усиления налоговой нагрузки, как на компании, которая занимается строительством. Сейчас очень жесткие требования к строительным компаниям. Во-первых, сразу же хочу предостеречь наших телезрителей, телеканала «Алматы», о том, чтобы они не попадались на уловки мошенников. Действительно, в такие тяжелые финансовые времена сразу же поднимают головы мошенники. Они начинают предлагать вам очень льготные условия. В частности, было несколько таких громких дел, когда строительные компании говорили, что, пожалуйста, вы можете оформить в рассрочку квартиру, вкладывайте, пусть это будет как ваш депозит, пусть это будут ваши первоначальные суммы первоначального взноса, но где гарантия, что эта строительная компания завтра же не закроется, и ваши денежки, ни квартиры, ни денег. Таких ситуаций очень много. И, видимо, как раз такие мошенники рассчитывают на такую ситуацию и предлагают очень хорошие условия. Я просто хочу предостеречь телезрителей о том, чтобы они не попадались на уловки этих мошенников. Однозначно нужно проверить. Мы знаем, что если это связано с депозитом или же с выдачей кредита, потому что рассрочка — это тоже форма кредита, должна быть лицензия Национального банка. Может быть, это фирма «Однодневка», которая открылась и через несколько дней просто забрав ваши деньги закроется. Поэтому здесь нужно держать руку на пульсе. Султанат, я хочу поблагодарить вас за участие в нашей сегодняшней программе. Будем надеяться, что все, в чем вы нас сегодня заверяли, будет действительно соответствовать действительности, потому что очень жаль, если такой полюбившийся банк перестанет быть популярным у нас в Казахстане. Но, Фар, я еще хочу добавить о том, что Жустрой Сбербанк по рейтингу именно интернет-сообщества занимает одной из таких лидирующих положений. Я не рекламирую Жустрой Сбербанк, просто это мнение тех людей, которые хотят обзавестись недвижимостью, те, которые хотят иметь крышу над головой. Действительно, условия более приемлемы. Они очень жесткие, но, тем не менее, как говорится, риск оправдывает средства. Будем надеяться на лучшее. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok